Продолжим решение задач. Задача номер 5.36 по задачнику Гольдфарма. Два шара подвешены на параллельных нитях одинаковой длины, так что они соприкасаются. Массы шаров 0,2 кг и 100 г. Первый шар отклоняют так, что его центр тяжести поднимается на высоту 4,5 см и отпускают. На какую высоту поднимутся шары после соударения, если удар первое упругий, второе неупругий? Запишем краткое условие. Нужно найти h1 штрих, высоту поднятия первого шара после удара, и h2 штрих, высоту, на которую поднимется после удара второй шар. Сделаем рисунок. Мы сразу рассмотрим полное решение задачи для упругого соударения, а потом рассмотрим более простой случай неупругого удара. Итак, в начале первый шар, он у нас легче покоился. Второй шар отвели на расстояние такое, что высота его увеличилась на 4,5 см. h1 штрих, первый шар отклонился так, что его центр поднялся на высоту h1 штрих, и ее надо найти. Второй шар отклонился на вот эту высоту h2 штрих. Ее тоже нужно найти. Задача разбивается на несколько подзадач. Сначала найдем, с какой скоростью первый шар будет ударять о второй. Поскольку на первый шар действует только сила тяжести и сила упругости, а они являются потенциальными силами, то мы можем воспользоваться законом сохранения полной механической энергии. Потенциальная энергия шара М1GH плюс 0 кинетическая энергия равняется потенциальной энергии шара перед ударом во второй шар 0 плюс кинетическая энергия первого шара перед ударом м1В1 квадрат пополам. На массу можно сократить. Откуда можно найти скорость перед ударом? Первая часть задачи решена. Мы нашли, с какой скоростью первый шар ударяет о второй. Вторая часть задачи. Найдем скорости первого и второго шара после соударения. Эта ситуация не показана на рисунке. Для этого нужно записать закон сохранения импульса, потому что в момент соударения можно считать систему замкнутой, закон сохранения импульса. Теперь запишем закон сохранения полной механической энергии. Полная механическая энергия у нас будет состоять из кинетической энергии, поскольку мы рассматриваем взаимодействие, когда скорости шаров горизонтальны, когда высота до взаимодействия и после взаимодействия остается одной и той же. Я не буду писать двойку в знаменателе. Сразу умножим левую и правую часть закона сохранения энергии на два. Закон сохранения механической энергии. Теперь воспользуемся тем же приемом, которым мы пользовались, когда анализировали общий случай упругого удара шаров. А именно, все, что относится к первому шару, перенесем в левую часть равенства, а то, что относится к правому, в правую часть равенства. Теперь разделим второе уравнение на первое подчленное. Посмотрите, масса сократится. Здесь у нас стоит разность квадратов. Мы ее можем рассмотреть, расписать, как сумму умножить на разность. Разность сократится с этой разностью. И у нас останется. И давайте теперь подставим V2' в закон сохранения импульса. Он у меня стер, но у вас в тетрадках он будет. У нас получится. M1V1 равняется... А здесь должно стоять V2'. Я запишу M2V1 плюс M2V1'. У нас получилось уравнение, которое позволяет найти V1'. Давайте его решим. Знакомая формула. Она нам встречалась в лекции. Просто я ее еще раз вывел, для того, чтобы вы понимали, что не обязательно помнить теорему об относительных скоростях. Достаточно знать законы сохранения импульса и энергии, если удар абсолютно упругий. Если теперь подставить V1' в эту формулу, то мы получим выражение для скорости второго шара. В2' В1' можно сразу вынести за скобку. И тогда здесь будет... Или мы можем записать после приведения к общему знаменателю. Равняется... В числителе N2 взаимно уничтожается. И мы можем записать, чему равняется V2'. Полезнакомая формула. Ничего удивительного. Итак, мы нашли скорости шаров первого и второго после абсолютно упругого соудаления. Теперь последняя часть решения задачи. Зная скорости каждого из двух шаров, мы можем, воспользовавшись законом сохранения полной механической энергии, вычислить, на какую высоту поднимется первый шар и на какую высоту поднимется второй шар. Запишем закон сохранения полной механической энергии для первого шара. Вначале у него была кинетическая энергия. M1, V1'2. Она потом преобразовалась в потенциальную энергию. Равняется... M1, G, H1'. Масса сократится. Отсюда H1' равняется... V1' мы возьмем отсюда. Тогда у нас получится... H1' равняется... А теперь присмотритесь... V1' делить на 2G. V1' делить на 2G. Это не что иное, как H. И тогда мы можем записать окончательно. H1' равняется... H умножить на дробь. Теперь найдем высоту, на которую поднимется второй шар. Кинетическая энергия второго шара. M2, V2' квадрат пополам. Переходит в его потенциальную энергию. M2, G, H2'. Откуда находим H2'? Подставляем... V2' в эту формулу. И у нас получится... Опять-таки, посмотрите. Это не что иное, как H. Тогда ответ будет выглядеть следующим образом. H2' равняется... Задача решена для случая абсолютно кругового удара. Давайте проведем расчет. H1' равняется... Второй шар поднимется на высоту H2' H2' в 8 сантиметров. Интересно, что более легкий шар поднялся на большую высоту, чем та высота, с которой опускался более массивный шар. Это не случайно. Ведь мы знаем, что если шар имеет массу гораздо меньше, чем масса налетающего на него шара, то при упругом ударе его скорость удваивается. Вот тут этот результат себя и проявляет. А теперь рассмотрим, что будет в случае абсолютно неупругого удара. Если удар абсолютно неупругий, то скорости обоих шаров после соударения будут одинаковыми. То есть, они будут двигаться как одно целое, а раз так, то они и поднимутся на одну и ту же высоту. То есть, данный рисунок будет выглядеть немножко по-другому. Рисунок будет выглядеть так. Шары движутся как одно целое и поднимаются на одинаковую высоту. Ну что ж, давайте найдем скорости этих шаров, полагаясь на закон сохранения импульса, и зная, что скорости их после соударения одинаковы. Закон сохранения импульса. Отсюда находим ваш штрих. Ваш штрих равняется. Такую скорость имеют шары, находясь в нижнем положении. Затем они поднимаются под действием силы тяжести и упругости, и по закону сохранения энергии, их кинетическая энергия переходит в потенциальную. И мы можем записать. Например, для первого шара масса сократится. Отсюда находим h штрих равняется, подставляем в радио штрих, V1 делить на 2G в квадрате умножить на вот эту дробь. Снова обращаем внимание на то, что вот эта величина представляет собой высоту начальную, просто h. Когда ответ будет выглядеть так, h штрих. И для первого и для второго шара равняется h умножить на m1, делить на m1 плюс m2 в квадрате. Вычисляем. h штрих равняется 2 см. Видите, шары поднялись на меньшую высоту, чем высота, с которой мы опустили первый шар. Вот так вот. Продолжение следует...